Второй день турнира «Лазурная звезда». На льду гости. Команда «Дрим Тим» Санкт-Петербург и «Армата» из Московской области. Лидирует и выигрывает Подмосковье. В команде есть воспитанницы спортивной школы. Но интересно, что в составе «Армата» играют и девчонки, которые впервые участвуют в таком турнире. Они вот сегодня забили шайбы. 18 номер, 13, первые в своей карьере. У нас команда маленькая по количеству игроков. У нас нет такого большого состава на лавке, как у «Веге», конечно. Но 4 года достаточно много. У нас за 2 года есть взрослая и детская команда. Но она такая, еще не совсем полноценная по количеству игроков. Но все впереди. И вот заключительный матч. Напряжение не чувствуется. Хоккеистки улыбаются, пританцовывают. День рождения все-таки. 4 года назад состоялась первая тренировка «Веге». С тех пор были и победы, и поражения в турнирах. Но команда успела доказать, что женский хоккей в Карелии есть. Сейчас команда «Дрим Тим» из Санкт-Петербурга играет с карельской «Вегой». В этом турнире в составе нашей команды 21 игрок. Это много. На бегавшемуся полевому всегда можно дать отдохнуть и заменить на другого. Быть может, из-за этого нашим хоккеисткам было попроще состязаться. Вратарь у «Веге» в этом матче Лариса Белова. 4 года назад была администратором команды. Но наблюдать за игрой девчонок, в том числе и за своей дочерью, оказалось непросто. В итоге встала на ворота. Ну, невозможно стоять на бортике. Это очень тяжело. Это хочется этого драйва. Вот я вышла сначала полевым игроком, побегала пару месяцев. А потом так получилось, что понадобился второй вратарь. Я попробовала, получилось. Получилось и в этот раз. «Вега» выиграла заключительный матч. И по результатам двух дней стала победительницей турнира. Тренер Ван Кушеверский с опаской ждал результаты. Но команда смогла удивить своего наставника. «Она непредсказуемая. Это как любая женщина, она непредсказуемая. Она может проиграть в матче, который должен сложиться в нашу пользу, как и было у нас в сентябре, когда мы ввели по счету очень уверенно, но потом еле-еле выиграли по булитам. А может, наоборот, сложную игру, которая у нас была вчера с арматой. Было очень тяжело, но мы все-таки выиграли и заняли первое место». Совсем не обидно было проиграть виновницы торжества, сказали потом гости турнира. А «Вега» преподнести себе на день рождения подарок лучше, пожалуй, и не могла. Юлия Кучеренко, Сергей Беляев, Служба новостей.